Второй день работы депутатской комиссии. На сцене снова обиженные на Атамбаевскую власть. Но Канадбека Исаева в зале по-прежнему нет. И вчера, кстати, его тоже не было. После слухов о его избиении парламентарий пропал и на людях не появляется. Бывший председатель ГКНД Кенишбек Душибаев убеждён, что Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности и судить. Оказывается, все эти годы чекист собирал доказательства. «Атамбаев в своих выступлениях перед народом часто нарушал межрегиональное согласие. Все вы знаете, как он оскорблял нарынчан, а жителей Таласа он как-то назвал потомками Абыке Кабоша и даже грозился передать область Казахстану. Мы должны дать всему этому правовую и политическую оценку». Присутствующие ахнули, но Душибаев останавливаться на этом даже не думал. Он привёл и другие доказательства виновности Атамбаева. «Он плохо отзывался в отношении руководства Казахстана, Турции, России. И таким образом он нанёс вред международным отношениям». Бывший судья Конституционной палаты Клара Соронкулова тоже дала свои показания. Со своей работы она ушла именно во время президентства Атамбаева. «Была организована целая кампания, в которой, кстати, и парламент принял участие. Мне не дали возможности даже прийти выступить в парламенте. И в результате всего этого бесчинства меня лишили должности». Впрочем, Соронкулова пыталась всем доказать, что обиженной себя ни в коем случае не считает. «Мы не обиженные. Мы жертвы узурпации. Причём я никогда особо о себе не говорю. Но вчера здесь сидели люди, которых осудили просто за то, что они хотели реализовать своё право на свободу слова и на свободу собраний. И вместо этого журналисты обозвали их обиженными. Эти люди отбыли срок. Эти люди испытали на себе все бесчинства, весь произвол, всё беззаконие». Каждый докладчик считает своим долгом подчеркнуть, что власть при Атамбаеве была узурпирована. Однако никто из них не посмел то же самое сказать про Сорумбая Джейнбекова. Ни для кого не секрет, что едва ли не все ветви власти сейчас прогнулись под аппарат президента. «Депутаты, вы открываете путь к узурпации власти со стороны Сорумбая Джейнбекова. Вы должны это прекратить. Вот Атамбаев в своё время выдвинул своего руководителя аппарата президента премьера. Вы и все дружно поддержали эту кандидатуру. Сорумбай Джейнбеков тоже выдвинул премьеры руководителя своего аппарата. Вы не изменили своим привычкам. Вы должны дать этому оценку. Чего молчите?» Но это было явно не по сценарию. Депутат Канабек Иманалиев попытался сделать так, чтобы активист замолчал. У депутатов, которые стали обвинителями самих, рыльцы в пушку. Евгения Срокова резко забеспокоилась о будущем. Мол, а вдруг завтра политическая ситуация снова изменится? «В адрес нашей комиссии сейчас тоже будут лететь камни, потому что за плечами некоторых представителей нашей комиссии есть тоже чёрные пятна. Так что давайте сделаем так, чтобы потом в последствии нам тоже не пришлось нести ответственность за наше неправильное решение». Комиссия готова заслушать всех, кто выступит против Атамбаева, даже Наримана Тюлеева. Но он не пришёл в парламент, он отправил дочь, попросил её зачитать его обращение. «Признаки узурпации власти начались с моего ареста под стражу. На моём примере он показал свою абсолютную власть и дал сигнал многим депутатам, чиновникам, предпринимателям, что их ждёт то же самое». Дальше депутатская комиссия заседала в закрытом режиме, готовили заключение в спешке. Короткая демета, формат Аканбекулу, телеканал «Апрель».